выезжая из москвы вы въезжаете в балашах и после балашихи еще около часа вы едете по деревням то есть никаких скоростных трассах здесь речи не идет из москвы до суздале ехать 250 километров естественно зависит от точки из которой вы отправляетесь за счет 250 километров по времени ориентировочно бросайте 4 часа суздаль находится в 36 километрах от планимира по трассе москва нижний новгород также из москвы ездят регулярно прямые автобусы дорога на которых у вас займет около четырех часов город очень небольшой в нем конечно же есть отели и многие сдают жилье в аренду часто количество туристов очень большое и хорошие варианты разобраны поэтому я настоятельно рекомендую вам бронировать жилье заранее в городе большое количество уютных ресторанов русской кухни многие блюда приготовлены по старорусским рецептом а также можно оценить и авторские блюда конечно если вы в старинном русском городе нужно выбрать что-то и покушать такое старинно ну или что-то под старину кстати здесь гостиничный комплекс тоже очень интересный ресторан который мы выбрали значит он с видом на реку называется он лепота лепота ресторан входит в гостиничный комплекс лепота здесь есть трактир пушкарь здесь есть винегрет цены московские борщик 400 рублей суздаль основа золотого кольца россии это огромный музей прямо под открытым небом побывать в суздаль стоит для того чтобы увидеть уникальные сочетания природных красот и древнерусской архитектуры этот городок напомнил мне сказку с белокаменными соборами кремлевскими стенами и золотыми куполами здесь находится 32 древних храма а также более 150 памятников архитектуры вы обязательно должны посетить музей деревянного зодчества это комплекс построек 17 19 веков под открытым небом здесь можно зайти в избу батрака зажиточного крестьянина купеческий дом побывать в двух церквях возведенных без единого гвоздя музей можно почувствовать крестьянский и купеческий быт 17 19 веков так как мебель утварь ремесленные предметы того времени сохранились очень хорошо здесь есть мельницы сарае амбары колодцы все это можно посмотреть потрогать и таким образом проникнуться духом старины в центре суздаля вы найдете вот такой гостиный двор в этом гостином дворе сейчас лавки сувениров есть кофейни рестораны даже под я видел дом льна сувенирная лавка ювелирный магазин так кафе сервант суздальский пряник а пряниках уздальских я не знал а медовухи знал пряниках нет здесь в центре еще проходят ярмарки и продают все подряд всякие соленья моленье варенье центре очень большое количество всяких ресторанчиков трактирчиков таких старинном стиле пельменные давайте быстренько покажу вам номер вот такие прикольные двери номер ребята двухэтажный туалет так извиняюсь за беспорядок номер двухэтажный не то чтобы я любил двухэтажные номера вообще если честно их не очень люблю потому что любые телодвижения в номере нужно по сто раз спускаться и опускаться значит вверх вниз тут высоченный такой потолок сейчас я вам покажу еще одну из фишек данного гостиничного комплекса это местные бани смотрите вот такие у вас подогреваемые котлы сейчас он накрыт вот там банный домик это банный домик так вот вы можете выйти и сразу же у вас спуск в реку сюда определенно могу порекомендовать в этот гостиничный комплекс горячие ключи прикольно вот ощущение все воссоздано в стиле русской деревни территория большая где поиграть с детьми есть сами видите ну и конечно же здесь супер чистый воздух вокруг природа и на территории вы можете взять в аренду велосипеды все это стоит очень недорого обязательно посетите местные торговые ряды так вы окажетесь в атмосфере древнерусской ярмарки они находятся на площади вымощенной булыжником над площадью возвышается старая церковь на протяжении всей своей истории торговые ряды никогда не пустовали старые времена здесь торговали купцы со всей российской империи сегодня первоначальная функция торговых рядов сохранилась с пустыми руками уйти у вас точно не получится суздальский кремль самое древнее сооружение в городе которая впитала в себя всю историю города начиная от владимира мономаха по мнению археологов кремль в суздале построили еще в 10 веке несмотря на это все главные строения кремля сохранились до наших дней за исключением защитных стен и башен главное чем славится суздальский кремль это его религиозные достопримечательности рождественский собор никольская церковь и архиерийские палаты а как тебе цены на твой взгляд в суздале цены московские на все а что значит московские цены в москве не дешевые крошка картошка и салат нет цены как в ресторанах в москве в принципе салаты 1 2 горячие это все московские мерку короче ребята если вы после суздале или до суздале решите сделать боярская настоящая застолье то конечно же вам нужно взять медовую но что я заметил насчет медовую суздаль город музей по совместительству значит тут храм в храмах кто монахи а кто делали медовуху естественно монахи и делаю и вот где в какой-либо там монастырский город не приезжаешь вот тут же сергиев паса где храм и церкви там тоже самое медовуха пожалуйста и здесь тоже медовуха и в центре кстати гостиный двор который он уже по моему он уже более ста лет принимает купцов с разных городов россии которые привозят и торгуют всякими явствами там в общем медовуха это сто процентов то на что стоит обратить внимание я видел катающихся на велосипедах сам городок небольшой очевидно но ребята на велосипедах дают по местным тропам круголей ребята еще такой вам лайфхак если вы решили брать медовуху вы подходите подходите и подходите туда где ее больше всего и просите попробовать чтобы вам порекомендовали всякую разную значит вам естественно с большой радостью предложат попробовать разные сорта вы потихонечку накатили вот ну а дальше бежите куда глаза глядят и она на самом деле если попробовали то возьмите что-нибудь для себя но можно как бы бесплатно не в баре накатить иваново привлекает внимание хотя бы тем что является одним из городов золотого кольца что правда было не сразу а также имеет статус города невест иваново город расположенный на берегах реки уводь с населением 404 тысячи человек забавным кажется тот факт что город имеет также неофициальные названия среди которых такие как русский манчестер красный манчестер родина первого совета вот и очередные мифы в каком же месте иваново это манчестер родина первого совета откуда такое пошло самое интересное что из тех кто так назвал этот город ни один человек в манчестере и не был однако имел о нем представление как о городе наполнены многоэтажными фабриками где постоянный гул работы этих фабрик и большое количество крутых предпринимателей на дорогих тачках и так как иваново тогда располагал большим количеством фабрик и его так и прозвали если говорить о мифе родины первого совета то дело было так во время беспорядков в 1905 году на берегу реки талка был избран координирующий орган он же совет потом забастовщики были арестованы и про ивановские советы уже забыли город насчитывает 7 высших учебных заведений среди которых политех химико-технологический университет энергетический и ивановский государственный университет а также медицинская сельскохозяйственная и пожарно-спасательной академии состоит город из четырех районов фрунзенского октябрьского советского и ленинского где проживают больше всего людей чем примечателен иваново помимо невест еще когда иваново имел название не просто иваново а иваново вознесенск здесь активно развивалась текстильная промышленность и за действительно качественными тканями едут как раз сюда кстати тот факт что на фабриках по производству ткани работали в основном девушки и породил слух о том что именно в этом городе много невест что впоследствии закрепилась после песни ну чем мы не пара в исполнении андрея миронова фильме честный умный неженатый где мелькали такие строчки так и знай я уеду в иваново а иваново город невест но кстати говоря город невест это уже скорее миф или просто стереотип ведь сейчас количество девушек в городе не такое большое каким было раньше пожалуй иваново город для тех кто интересуется памятниками архитектуры здесь их великое множество и 14 из них имеют федеральную категорию охраны на данный момент в городе широко представлена архитектура авангарда которая насчитывает около 50 зданий среди которых и дом подкова и дом корабль и здания и всельбанка и даже железнодорожный вокзал для любителей старинных церквей к сожалению не самые приятные новости почти все они были уничтожены при советской власти и сейчас город насчитывает их лишь пять казанская или инская и владимирская церковь преображенский собор и веденский храм если вы любитель поизучать исторические памятники то иваново располагает и ими это памятник борцам революции мемориальный комплекс красная талка и другие достопримечательности здесь не так много как например в том же владимире однако есть фишки которые принадлежат только иваново хрустальная туфелька невесты которая представляет собой каркасную цветочную композицию расположенную между трех институтов высших учебных заведений здесь же рядом расположено и здание музыкального училища неудивительно что здешняя автобусная остановка носит название студенческая что касается культурной жизни города то здесь расположены три театра драматический музыкальный и театр кукол четыре кинотеатра и несколько музеев в городе также есть местный цирк филармония и зоопарк посетив древнерусский город суздаль я решил отправиться в кострому еще один город входящий в золотое кольцо россии основан он был самим юрием долгоруким 1152 году город находится на стрелке рек волги и костромы честь 2 предположительно он и был назван добро пожаловать в кострому я сейчас на территории святотроицкого мужского монастыря это главный храм костромы с удивительной историей здесь есть палаты бояре романовых здесь были многие президенты россии и вообще это место конечно пропитанная историей и история это повторюсь очень удивительная у места впадения реки костромы в волгу находится святотроицкий ипатьевский мужской монастырь объект культурного наследия нашей страны и главный храм костром и территория у монастыря небольшая и многие его части закрыты для посещения но тем не менее это обязательное место просто обязательное для посещения в костроме вход сюда платный в зависимости от возраста категории граждан 100-200 рублей если вы хотите снимать вот как сейчас снимаю я вы заплатите еще 100 рублей также есть гиды можно заказать экскурсию здесь на месте колыбель династии романовых именно здесь находился юный михаил романов когда его избрали царем каждый следующий наследник престола пометуя об этом щедро одаривал обитель редкими книгами иконами и предметами искусства главным действующим храмом обители является троицкий собор украшенный иконописью монументальной живописью выполненными лучшими мастерами своего времени изначально он был выполнен из дерева но в шестнадцатом столетии был отстроен в камне а кстати кострома славится своими сырами а а костромской сыр входит в топ-100 сыров россии предполагаю что адыгейский сыр может определенно дать бой костромскому в кастами кстати есть музей сыра можете посетить я сейчас по мосту еду такое ремонт идет разбитый вообще кстати дороги тут оставляет желать лучшего сам город конечно небольшой 380 тысяч человек вообще на машине передвигаться очень быстро удобно и я еще ни разу не стоял в пробках и я вот какую локацию не вобью мне до любой точки ну так вот 10 минут 12 минут ехать все близко пожарная каланча она же наблюдательная башня была построена в 1827 году для борьбы с пожарами высота каланчи 35 метров я сдаюсь абсолютно в обычной стандартной гостинице без излишеств 3 звезды шелестов она не то чтобы в центре пешком 20 минут от центра у меня номер получается 3800 это с завтраками и сдох кроватью вообще трешки здесь номера трехзвездочные отели номера от двух тысяч где-то абсолютно недорогие то есть нормальные цены кострома первый город россии у которого появился герб в 1767 году на гербе увековечена галера тверь на которой сюда добралась императрица екатерина вторая друзья если вы хотите почувствовать какими были рынки несколько столетий назад то вам сюда мы по-прежнему в центре костромы здесь по-прежнему работает эскалатор место это называется красные ряды и также они называются гостиным двором отсюда по сути начиналось торговля в гастроме если вы проголодаетесь к моменту посещения этого места то вам можно посетить местную чебуречную где вы можете скушать чебуречек ребята вот здесь на центральном рынке самые демократичные цены пирожок с капустой 20 рублей с мясом и луком тридцать девять рублей эклеры по двадцать пять рублей в общем можно два пакета пирожков набрать всяких разных заплатить 200 рублей и пойти гулять торговые ряды старинный купеческий центр занимающий несколько кварталов здесь можно найти всевозможные продукты сувениры и многое другое а впереди на волге виднеется старая пристань такой чем-то мне отдаленно напомнила сан-франциско но были мы в ваших сан-франциско куда им до старой пристани в костроме на волге друзья привет отличного вам дня я продолжаю свои путешествия по россии и сейчас я въехал в город владимир течение нескольких веков город был столицей руси и самым влиятельным поселением даже москва была лишь его пригородом владимир был основан князем владимиром мономаха в 1100 году в городе сохранилось около 240 зданий большинство из которых были построены 18 19 веках и три монумента построенных до монголо-татарского завоевания ну город небольшой сам по себе ну хотя как небольшой кому как 350 тысяч населения я считаю небольшим городом конечно если вы живете в миллионнике то для вас будет он небольшим вот мне собственно говоря он небольшим и кажется я убиваю в навигаторе какие-то достопримечательности мне показать 15 минут сюда 15 минут туда парковка в центре 50 рублей час и то первые 30 минут бесплатно примут возле золотых ворот 100 метров вот такое люблю чтобы парковка в самом центре 50 рублей пирожок 30 рублей кофе пусть будет 50 и не бывает такого уже чтобы кофе 50 рублей банку только купить магазине развести в стакане вот это будет 50 рублей ну и сейчас конечно же пройдем с вами через золотые ворота как когда-то почти тысячу лет назад сюда ходили в город то все кому не лень ощущение конечно удивительные сто процентов удивительные когда находишься в таких местах чтобы вы понимали если вы не знаете что такое золотые ворота я вам сейчас покажу золотые ворота это единственные ворота из семи существовавших в те времена которые служили пропускным пунктом в город ну и соответственно защитой здесь были позолоченные ворота которые были украден неизвестно сейчас понятно где они они были украдены во время татаро-монголы прям написано для вас золотые ворота построены в 1164 году вы представляете сколько им лет у нас от золотых ворот идет главная улица города ну я думаю что это логично если эти ворота были в пропускным пунктом главным большая московская улица является магистральный то есть по ней ходят машины она идет до большой нижегородской улице большая московская улица она самая красивая и проходит через основные достопримечательности владимира как и в суздале основа архитектуры владимира церкви соборы и монастыри наиболее известные из них успенский собор главный в городе уникальный памятник белокаменного зодчество построенный в двенадцатом веке дмитриевский собор тоже белокаменный известен сохранившимися фресками и рельефно украшенными стенами богородица рождественский мужской монастырь на территории которого расположен собор рождества богородицы имеет многовековую трагическую историю ее можно послушать на экскурсии троицкая церковь одна из главных церквей старообрядцев в россии в ней размещена экспозиция музея хрусталя костел святого розария при святой девы марии католический храм выполнены в готическом стиле здесь проходят концерты духовной музыки также рекомендую посетить достопримечательности владимира суздальского музея-заповедника экспозиция музейного комплекса палаты расположена в парке липки здесь работают выставки посвященные русским усадьбам и картинная галерея владимирский музей истории хранит большую коллекцию драгоценностей картины иконы и старинные документы музей сказка бабуся и гуся занятное место для детей где для них проведут увлекательную экскурсию владимирский планетарий здесь можно послушать интересные лекции для детей и взрослых посмотреть фото выставки и понаблюдать луну в телескоп я остаюсь в гостинице не в центре хотя для меня здесь все как близко и особо не важно где я остаюсь потому что гостиницы находятся на краю но при этом она в 12 минутах езды от самого центра 12 посмотрите обязательно про гостиницу потому что если вы соберете сюда приехать то это одна из гостиниц которые я вам рекомендую большая гостиница с большой территорией все в таком русском стиле и при этом качественно то есть не колхоз в владимире находится известная тюрьма про которую пел михаил круг владимирский централ в разное время в ней находились известные революционеры генералы писатели ученые официальной информации отсюда не удалось сбежать еще ни одному заключенному если вам понравился владимир и вы собрались сюда ехать то имейте ввиду что дорога у вас займет около четырех часов на автомобиле где-то в среднем 200 километров от москвы я еще в городе сделал несколько фоточек если вам интересно посмотреть заходите в инстаграм смартфон югей шин линк в описании к видео а если вы смотрите видео в инстаграме то заходите на youtube ко мне его риме а давайте поднимемся и вам быстренько покажу свой номер я остаюсь на третьем этаже у меня номер люкс стоимость 6100 без завтраков это на двоих взрослых и двоих детей 9 и м с и и конечно же обязательный от наше русское Банка. Площадь Ярославля 250 квадратных километров, а население 608 тысяч человек. То есть этот город как бы не маленький, но и не мегаполис. В Центральном федеральном округе РФ он является третьим городом по величине населения. Но тем не менее, в Ярославле есть и речной порт, и даже аэропорт. Здесь также имеется транспортный узел, где железнодорожные линии и автодороги направлены в сторону Москвы, Вологды, Рыбинска, Костромы, Иваново и Кирова. В 2010 году город отметил свое тысячелетие, а его исторический центр, услияние Волги и Которосли, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Не сложно догадаться, что город был основан кем-то с именем Ярослав. И был это Ярослав Мудрый. Смотрите, а рядом с Успенским собором стоит камень. И на нем написано, на этом месте в 2010 году Ярослав Мудрый основал Ярославль. Точнее, Ярославль был основан на этом месте. Вот он пришел к этому камню и говорит, вот здесь буду основывать Ярославль. Наверное, так и было. Место основания Ярославля. 2010 год, получается, тысячу десять лет назад. Ровно тысячу десять лет назад. Здесь же находится рядышком ротонда. И тут, получается, почему он здесь основал? Потому что такое место интересное, что находится оно на возвышенности. Но это очень часто служило одним из элементов того, чтобы основывать города. Чтобы город был на возвышенности и все было видно. Ярославль – это родина старейшего отечественного театра. В этом городе в качестве культурной программы есть возможность посещения как минимум четырех известных в Ярославле театров. Российского академического театра драмы имени Волкова, Ярославского государственного театра «Кукол», Театра юного зрителя, Ярославского камерного театра. В городе также действует Ярославская государственная филармония, цирк, есть кинотеатры, парки культуры и отдыха. Ну и честно говоря, если подойти к храму Куспенскому, часть его реставрируется, получается, левая, да? Везде забор со всех сторон, лестница с одной стороны и с другой стороны тоже вся, конечно, уже в таком состоянии, плачевном. Но реставрируется, и я надеюсь, что скоро это все дело закончится и будет снова полностью красиво. Ярославль один из городов, который люди нередко выбирают до переезда. И он, пожалуй, как никакой другой, подходит для тех, кто по каким-то причинам пока не готов переехать в более крупные города. Ну и как в любом другом городе, Ярославль имеет свои плюсы и минусы для переезда или жизни. Конечно, Ярославль – жемчужина Золотого Кольца. Здесь, как и в других городах из этого списка, таких как Владимир, Иваново, Суздаль. Кстати, если вам интересны другие города Золотого Кольца, пожалуйста, смотрите, видео о них уже опубликованы. Действительно, здесь большое количество древних соборов, красивой архитектуры. Конкретно в Ярославле также ухоженная и благоустроенная набережная, а также множество церквей и храмов, которые радуют глаз. Но при всей этой благоустроенности, культурности и радостности мы не должны забывать, что Ярославль – это также и промышленный город. И дымящиеся заводы и фабрики от ваших глаз никто не утаит. Для активных шопоголиков здесь огромное количество торговых центров, ресторанов, фитнес-клубов и других подобных мест. Их число постоянно увеличивается. Ну и, конечно, во всех этих заведениях нужны сотрудники, а значит, работа здесь есть всегда. Но тут есть и не очень приятный момент. Средние зарплаты составляют всего 27 тысяч рублей. В той же Москве средние зарплаты 88 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге 66. И, как отмечают живущие здесь в съемных квартирах ярославцы, половина заработной платы уходит на аренду комнаты или квартиры. Вы знаете, прежде чем приехать в любой город, естественно, как правило, смотришь, какие посмотреть достопримечательности. То же самое я делал и с Ярославлем. Естественно, я зашел в интернет, начал искать какие-то знаковые места, точки. Ну, не выписывал их для себя, но отмечал. Что по факту? Когда приезжаешь в Ярославль, приезжаешь в центр, то я для себя понял, смотреть, искать что-то не надо было. Потому что здесь весь центр Ярославля – это все один большой музей. Понимаете? И, конечно, по традиции мой Ярославский отель, чтобы вы знали, где можете остаться. Возможно, вам тоже это место приглянется. Отель называется Royal Spa Wellness Ярославль. Ну, короче, Royal Ярославль просто. Здесь в отеле есть два ресторана, большой холл, есть парковка для автомобиля, парковка 200 рублей в сутки, есть спортзал, что немаловажно, и есть спа-зона. Есть разные категории номеров, где-то включено стоимость, ну, понятно, там цена на номер выше, чем стандартный номер. А если вы берете стандартный номер, стандартный номер вам здесь обойдется в 4,5 тысячи. Это стандартный номер. Посещение спа-зоны 900 рублей на человека. Есть несколько видов саунд, бассейн, и есть спортзал бесплатный. Можете ходить сколько захотите. Покатавшись немного по Ярославлю на автомобиле, я могу отметить, что город загруженный, и я не раз стоял в пробках. Возможно, конечно, мне попалось такое время. Как мне показалось, город идеально подходит для посещения всей семьей. У него очень приятный центр, где можно погулять с детьми. А также здесь немало достопримечательностей, подходящих для визита с детьми. Местная детская железная дорога. Фишкой ее является то, что сотрудники этой железной дороги дети. Здесь любых желающих ребят от 10 лет могут обучить специальностям, связанным с железнодорожным транспортом, водителям, бортпроводникам и другим. Но прокатиться на таком поезде можно за какие-то 200 рублей. Можно посетить Ярославский планетарий имени Терешковой. Вся красота видна еще до того, как вы переступаете его порог. Здание выполнено в настолько необычном архитектурном стиле, что возникает ощущение, будто вы находитесь в какой-то другой галактике. В планетарии есть экспозиционно-выставочный зал «История космонавтики», обсерватория, медиа-кафе, 5D-аттракционы и непосредственно сам планетарий с 3D-визуализацией. В Ярославле есть и зоопарк, который был основан в 2008 году. Здесь можно посмотреть на 250 видов животных. А сам зоопарк построен так, чтобы его жители находились не в тесных клетках, а на достаточно больших территориях. Я зашел на территорию Ярославского музея-заповедника прямо направо в высокая лестница. Ну, вот покрышки я вижу, лестница высокой. Ну, не похоже, что это как бы здесь. Ну да, там он. Стой. Дороги нет. Непонятно. Так, ну это единственная лестница, которую я увидел здесь. О, мое. Еле нашел вас. Я уже думал, что не найду, не попаду сюда никогда. По зданиям, по вот этим, они все одинаковые, эти лестницы, одинаковой высоты. Куда идти, в какую лестницу? Куда? Субтитры создавал DimaTorzok А теперь положительные стороны того, чтобы ходить по музеям, по достопримечательностям в понедельник, когда все работают. Заходишь в музей, ты один, с тобой все готовы поговорить, рассказать. Очень классные люди. Что мне понравилось как туристу? Во-первых, здесь большое количество мест, где можно посидеть, отдохнуть, выпить кофе. Хотите хороший качественный ресторан, есть хорошие качественные рестораны. Все в шаговой доступности, не надо что-то искать. Как, к примеру, в Вологде. В центр приезжаешь. Конечно, там все это меньше. В центр приезжаешь, хочешь поесть, куда-то зайти. И как бы ты такой, а-а-а. И ты не знаешь, блин, а куда идти-то? А где что-то перекусить? А где посидеть, отдохнуть? Здесь же такого абсолютно нет. Это Ростов Великий. Один из городов Золотого кольца. И сегодня как раз таки мы смотрим его. Менит Мирварская вьюга, и ливни клещут у круга, А звезды ржатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Сейчас, конечно же, Ростов – это, если не брать, Кремль. И достопримечательности, пару храмов, ну не пару, окей, несколько храмов, то Ростов сейчас, в принципе, мне напоминает крупную деревню. Ростов является одним из древнейших городов России, и свое летоисчисление он ведет с 862 года. Когда-то давно он был центром северо-восточной Руси. Сейчас же здесь проживает около 30 тысяч человек. Очень-очень небольшой городок. Кремль Ростова-Великого. В русской литературе получивший название Ростовского Кремля. Строили его между 1670 и 1683 годах. В составе Кремля 11 башен. У Кремля есть и свои достопримечательности на его территории. Например, Успенский собор. Высота собора вместе с крестом 60 метров. Авраамиев Богоевленский монастырь. Один из древнейших монастырей северо-восточной Руси. Если вы посещали Ярославы или другие города Золотого Кольца, то вы, скорее всего, заметили сходство между постройками того времени. Это все очень просто объясняется, так как обычаи зодчих были очень схожи. Церковь во имя Толгской иконы Божьей Матери. Бестолбная одноглавая церковь, созданная в 1761 году. Димитриевская церковь Спасо-Яковлевского монастыря. Это роскошная колоннада, украшенная нишами и статуями. Выглядит красиво и интересно не только снаружи, но и внутри. В церкви до сих пор находится иконостас 1870 года. Я вам назвал только лишь часть тех церквей и соборов, которые есть в Ростове. На самом деле церквей действительно удивительных в плане архитектуры и истории куда больше. Помимо духовной части, в городе есть и развлекательная. Вот несколько мест, которые понравятся каждому. Музей Фенифти. Фенифть – это один из видов прикладного искусства. Изготовление художественных произведений при помощи стекловидного порошка. Вот если вам интересно, заходите в музей, и вы сможете увидеть уникальные изделия фабрики – домремесел. Здесь есть возможность познакомиться с традиционными народными промыслами, изучить музейные экспонаты и работы современных мастеров. Музей Царевной Лягушки – здание полностью посвящено данному сказочному персонажу. Переславль-Залесский, или как его чаще называют, просто Переславль. Город Ярославской области, включенный в состав Золотого кольца России и расположенный на берегу Плещеево озера. Привлекает достаточно большое количество туристов, приезжающих в город на экскурсию. По статистике, данный город посещает около 300 тысяч человек в год. Здесь, на территории Переславльского музея-заповедника, находится часовня. Обязательно поднимитесь наверх, и с верхнего яруса, этажа, открывается вид на весь город. Именно отсюда у вас появится полное восприятие, впечатление о Переславле-Залесском. Что здесь есть. Поэтому это одна из первых главных, наверное, точек, куда вам нужно забраться. Но обязательно имейте в виду, что вход сюда не бесплатный, и весь комплексный обед, ну, то есть, комплексное посещение, все билеты вам обойдутся в 500 рублей. Это посещение парка, территории, колокольни, музея. Переславль очень маленький городок. У его населения всего 38 тысяч человек, и постепенно это количество уменьшается, так как молодые люди нередко решают переезжать в другие города покрупнее. Но хоть он и маленький, хоть из него и уезжают, он имеет очень богатую и насыщенную историю. Интересный факт, что он моложе Москвы всего на 5 лет. Он был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким, как будущая столица северо-восточной Руси. Тогда князь заложил на болотистой равнине огромный по тем временам город с длиной валов примерно 2,5 квадратных километра. Изначально название города звучало как Переславль, в честь города Переславль Русский, который сейчас именуется Переславль Хмельницким и находится на территории Украины. Дополнение залезки Переславль получил из-за своего расположения. Он находится за лесами в Залесье, области полей и земледелия. После кончины князя Юрия Долгорукого Переславль-Залеский потерял свои столичные функции и его развитие было приостановлено. Но сам по себе город остался важнейшим из уделов, а в 1220 году именно здесь родился князь Александр Невский. Субтитры создавал DimaTorzok Крыт. Он на реконструкции, откроется он только 1 мая в следующем году, еще ждать и ждать. И вообще, если честно, то здесь, конечно, так вот я хожу, смотрю, очень много всего находится объектов культурного наследия, находится в очень плачевном состоянии. Это, конечно, очень жалко. Из всех городов Золотого кольца, где я был, а я был во всех городах Золотого кольца, Переславль-Залеский, мне кажется, находится в самом таком плачевненьком состоянии. Очень, конечно, красивые храмы, но, к сожалению, очень-очень все плачевненько. Вот даже там стоит сцена какая-то просто полураздолбанная, полуброшенная. Также какие-то вывески, входы, сами здания, все обшарпанное, ободранное. Современный Переславль богат своими необычными музеями, которые не всегда можно найти в других городах. Музей-усадьба Ботик Петра Первого. Это самый первый провинциальный музей России, созданный в 1803 году. Главный его образец – корабль, он же Ботик Фортуна, который был изготовлен самим Петром Первым. Этот Ботик – единственное сохранившееся судно такого типа. Я нахожусь на территории Никольского женского монастыря и попал на пятичасовой колокольный перезвон. Надеюсь, вам слышно. Здесь тоже, если посмотреть, Никольский монастырь находится в состоянии реконструкции, стоят леса. И его история начинается еще с 14 века. Позже, в 17 веке, были построены колокольни и весь ансамбль. Но потом, в 1934 году, здесь все было разрушено, взорвано. И только в 2005 году уже привели в такой вид, который мы сейчас с вами наблюдаем. А вот это, пожалуй, самое знаковое место. Это здесь, в Переславле, это Спасо-Преображенский собор, который был заложен в 12 веке самим Юрием Долгоруким. И именно здесь, точнее, здесь крестили Александра Невского позже. А родился Александр Невский здесь, вот недалеко, в княжьих палатах, 30 мая 1220 года. Вот так надо потрогать историю. Вот это действительно история. И здесь же, прямо перед собором, стоит памятник Александру Невскому. Помимо музеев, город вместил в себе и множество других достопримечательностей на открытом воздухе. Синий камень. Загадочная глыба, которая использовалась в качестве ритуального объекта языческой Руси. В сухую погоду это обычный серый камень, а в дождливую он становится синим. Александровская гора, бывшее место поселения финно-угорского племени Меря. Считается, что здесь проходили языческие пляски и игрищи. Пару слов про отель в Переславле. Я буду рекомендовать вам один единственный отель. Это Азимут Переславль, так и называется. Азимут это сеть. Несколько слов. Ну, для начала, это отель, который находится не в Переславле-Залесском. А точнее, он находится где-то в 20 минутах езды на машине. Но это его и плюс, на мой взгляд. Вы можете находиться здесь удаленно. Как бы здесь большая территория. Здесь есть чем заняться. Я вам расскажу про плюсы и минусы данного гостиничного комплекса. Ну, вообще, этот гостиничный комплекс, скажем, для такой русско-сельской местности, очень классный. Здесь большая территория. Здесь классные корпуса международного уровня. Здесь можно погулять. Здесь разные форматы номеров. То есть, не просто как бы номера, но здесь есть обычные номера, стандартные. Здесь есть номера класса люкс. Здесь есть коттеджи. Следующий момент и плюс этого гостиничного комплекса. Он находится не в самом Переславле, но он находится на пересечении дорог. И отсюда, в принципе, удобно добраться до основных таких культурных мест и до точек Золотого кольца. То есть, Ярославль здесь 130 километров или 2 часа на машине. Здесь Ростов в часе езды. Углич полтора часа. Мышкин два часа. Здесь Сергеев Посад в часе езды. Москва. Ну, в зависимости от пробок, 2,5-3 часа. То есть, реально даже просто промотнуться на выходные очень прикольно. Рядом есть рыбное хозяйство. Я сам не рыбачил, ничего сказать не могу. Но можно рыбачить. Это мне то, что сказали на ресепшене. Здесь есть спа-зона, термальная зона. Из минусов я не увидел бассейна и джакузи. Потому что хорошая, мощная такая джакузи промассироваться. Это, конечно, большой плюс. Есть здесь и спортзал. В принципе, есть все для нормальной жизни. И два ресторана. Значит, один ресторан типа шведского стола, где вы завтракаете. Отличные завтраки. Ну, и как бы ресторан. Местная их кухня. А теперь к минусам, ребята. Во-первых, здесь есть, как бы понятно, детские зоны. С марта месяца здесь в Ярославской области закрыли детские зоны. И вы не можете, ну, несмотря на то, что в гостинице есть эта услуга, как бы, чтобы поиграли с детьми, аниматоры. Но в гостинице вы сейчас не можете внутри отдать в детскую зону, потому что она закрыта. Просто-напросто. Поэтому дети всегда с вами. И уединиться вдвоем, как бы, посидеть у вас не получится, потому что всегда нужно, как бы, с детьми, чтобы дети были с вами. И еще что из минусов. И о чем меня не предупредили. Здесь несколько корпусов. Как бы, если вы снимаете коттедж, это отдельная история. Если вы снимаете номер, значит, здесь история следующая. Что есть один главный корпус, где номера класса полулюкс и люкс. Есть второй корпус, где номера класса стандарт. И он находится в 200-300 метров, получается, от главного корпуса. А все, что вы, как бы, будете делать, есть. Входить в термальную зону. Бильярдно. Кстати, бильярдно есть. Термальная зона. Завтраки. Это все в главном корпусе у вас происходит. Каждый раз, когда вы хотите, к примеру, пойти, значит, погреться в сауны, одеваемся, да, одеваемся, снаряжаемся вот этот вот маршрут. И есть рум-сервис, да, то есть, заказать в номер что-то. Я хотел заказать, а мне говорят, а вы знаете, а мы в тот корпус не носим. То есть, одевайтесь, будьте добры, пердольте, как бы, сюда. Это неудобно, и это надо, конечно, им озвучивать. Но они этих вещей не озвучивают. Продолжение следует... Друзья, привет! Сегодняшний выпуск посвящен тому, чтобы на один день уехать из Москвы и устроить себе такой мини-туризм. А поедем мы с вами в один из городов Золотого Кольца, который находится к Москве ближе всего. Это единственный из городов Золотого Кольца, который находится в Московской области. Что это за город? А это известный на весь мир, да что уж там мир, на всю Россию, Сергеев Посад. В среднем, чтобы выбраться из Москвы... Впереди камера на полосу. В среднем, чтобы выбраться из Москвы и уехать в Сергеев Посад, доехать до Сергеева Посада, у вас займет 2 часа. Час кидайте на то, чтобы выехать из Москвы, и около часа ехать до самого Сергеева Посада. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, если вы приезжаете в другой город, самое лучшее для того, чтобы понять этот город и увидеть достопримечательности, сделать что? Лучше всего, ребята, взять с собой карту. Что я, собственно говоря, и сделал. Вот у меня есть карманная карта. И что же здесь есть? Я еще сам не знаю, что здесь есть, но мы с вами будем исследовать. Троица Сергиевская лавра. Мы, собственно говоря, здесь и находимся с вами. Это самое центральное место Сергеева Посада. Многие, кто никогда не был в Сергиеве Посаде, представляют себе троицы Сергиеву Лавру как церковь. На самом деле это представление ошибочно, и Лавра имеет более 50 зданий, входящих в объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Создателем ее является Сергей Радонежский, в честь которого город и получил свое название. Сперва город назывался просто Сергиев. Затем, по причине того, что вокруг Лавры был сооружен Посад, город сменил свое название на Сергиев Посад. Был в его истории и момент, когда он назывался совсем иначе. Загорск. Назван он так был в честь погибшего в 1919 году революционера Владимира Загорского, памятник которому нынче установлен на проспекте Красной Армии. Текущее же название городу было возвращено в 1991 году. Один из первых пунктов, который советуют сделать в городе, это посмотреть на него с колокольни. Собственно говоря, колокольня за мной и находится. А почему? Прежде всего, понять, как устроен город, что здесь есть. Можно, конечно же, с высоты птичьего полета. Вот эта колокольня, ребята, одна из самых высоких колоколен в России. Ее высота 88 метров. И здесь находится самый большой звенящий, то есть работающий колокол в мире. Да, конечно, самый большой колокол. Это у нас царь колокол, который находится в Кремле. Но он не звенит. И ни разу не звенел, так как его как отлили, он так и пролежал там. А здесь колокол звенящий. Его вес достигает почти 70 тонн. И звон его слышен на многие километры. Ну что, мы с вами пойдем наверх? Нет, ребятки, мы с вами сегодня не пойдем наверх. А почему? Потому что удовольствие это платное. Для того, чтобы подняться сюда, это не просто так пришли и пошли себе наверх на колокольню. Для того, чтобы подняться сюда, нужно записаться на экскурсию в группу. Экскурсии в группах от 1 до 6 человек стоят 1500 на группу. И не важно, будь вы один человек, как я, или будь вас 6 человек. Конечно, если 6 человек, это все отлично, нормальная цена. Но так как я один, я должен отдать здесь за выход туда наверх на колокольню, я должен отдать полторашку, что я считаю дороговато. И сам весь этот экскурс длится около 40 минут. Ну, собственно говоря, вот почему это одна из первых рекомендаций для посещения Сергиева Посада. Денежки в бюджет города и монастыря. Сергиев Посад примечательен не только наличием на его территории лавры, но и другими не менее интересными моментами и фактами. Считается, что именно здесь появилась русская матрешка. И именно матрешка спасла жизнь многим жителям этого города около сотни лет назад. Нет, конечно же, матрешка не пришла в город и не начала, как какой-нибудь супермен, отбиваться от врагов-захватчиков. На самом деле, в городе был упадок, и жителям надо было как-то зарабатывать. И матрешечники продавали свои изделия приезжающим сюда туристам. Ну и, собственно говоря, этих денег хватало на хлеб. В Сергиеве Посаде побывали многие русские писатели, среди которых Гоголь, Бунин, Куприн, Лермонтов, Толстой, Ахматова, Дюма. Именно здесь, в Сергиеве Посаде, был крещён Иван Грозный. Рекомендация номер два – это посмотреть на Лавру и на город с Блинной горы. Попробуем найти Блинную гору. Из блинов, наверное, сделано. Блинная гора. И заберёмся туда. Ребята, ну а если вы хотите очень неплохо перекусить, то вот, пожалуйста, я вам сразу же могу порекомендовать местечко, под названием Вареничная. Здесь, кстати, есть рядом, я не знаю, это, наверное, от них, может, не от них. Проводится как сувенирная лавка, и тут же проводятся мастер-классы какие-то. Я ничего это не рекламирую, просто увидел. Но мастер-классы по всяким тут традиционным, их местным ремёслам, вот, очень прикольно. И Вареничная сама по себе тоже прикольная. Внутри всё стилизовано. В общем, приятная, приятная внутри атмосферка такая. Ну и русская еда всякая разная. Здесь абсолютно все объекты достойны вашего внимания, но есть те, которые являются самыми посещаемыми. Это, конечно же, Успенский собор. Далее Троицкий собор и трапезная преподобного Сергия. Есть здесь и дворец, в котором находятся царские апартаменты. Трудно представить себе что-либо более ослепительное, чем этот огромный монастырь. Величиной целый город. В такое время дня, когда косые лучи солнца отражаются в позолоченных шпилях и маковках. Так сказал о лавре Александр Дюма в 1858 году. И с ним нельзя не согласиться. Ребята, ну вот мы с вами и дошли до Блинной горы. Это считается лучшим местом в городе для вот этого вот шикарного вида. Находится она в двух километрах где-то от монастыря. Идти совсем недолго я советую вам не игнорировать это место, потому что здесь, на мой взгляд, сейчас, наверное, одно из лучших мест, где можно сделать классные фотки. И все приходят сюда и фотографируются. Сразу же, когда я шел сюда, когда я увидел название этого места, Блинная гора. Первый вопрос, почему гора называется Блинной? Раньше, когда приезжали паломники, здесь пекли блины. И можно было отведать их, прийти сюда, подкрепиться. Это было как бы одной из частей паломничества. То есть это обязательный, как обязательный ритуал. Во времена революции Лавра находилась в упадке. Ну и, собственно говоря, естественно, и Блинная тоже. И там стала просто местная барахолка. Но потом, где-то в 60-х годах, там сделали смотровую площадку. Кстати, от барахолки, ну от Блинной горы, буквально 200 метров, и здесь находится ярмарка, где можно купить всякие сувениры, матрешки. Ну и съесть какие-то пирожки, сосиски в тесте. Прямо около стен Лавры на берегу Белого пруда расположился музейный комплекс «Конный двор». Сейчас здесь музейные экспозиции. Посвящены они ремеслу, творчеству, богатством исторического края. Гордостью современных жителей Сергиевого Посада является дворец культуры Гагарина, где находится главная сцена, на которой проходят концерты и другие мероприятия города. Музей игрушки. На сегодняшний день радует коллекциями русской народной игрушки, изделиями мастеров Западной Европы и Азии. Музей крестьянского быта «Жили-были». Здесь представлены предметы быта семьи, крестьян, посуда, одежда, ремесленные изделия, игрушки. Кстати, что касается парковки здесь. Многие бросают машины вот типа так, да, просто на улице. Парканулся возле дома и идти, в принципе, недалеко. Также есть платная парковка. 200 рублей разово платишь и можешь подъехать прямо к Троице-Сергиевой Лавре. Если вы не хотите платить, можно поставить в городе. Но будьте аккуратны, проверяйте обязательно места, потому что я уже видел сегодня за несколько часов, как эвакуировали машины. Потому что туристов приезжает много, и во многих туристических местах парковки забиты. Поэтому имейте это в виду. И если вы хотите реально как бы насладиться всеми достопримечательностями, сделать классные фотографии, я вам не очень рекомендую приезжать в субботу. Потому что суббота, а особенно обед с 2 до 4 часов вечера, с 2 до 4 считается самым здесь загруженным временем, когда больше всего людей. Поэтому, конечно, здесь лучше приехать в будний день. Если, конечно, есть такая возможность, тогда будет попроще. Естественно, с парковками, со всеми этими делами тоже будет проще. Еще, кстати, вариант как велосипедист. Вам сразу же говорю, что здесь есть велошеринги. Всякие разные названия, не знаю их, но они есть. И если вы приехали и хотите покататься по городу, погода позволяет, то вы можете здесь снять велик в аренду. Просто вбейте аренда. Сергиев Посад и усё. Да, Сергиев Посад относится к Московской области. Поэтому, естественно, очень многие москвичи, жители Московской области, приезжают посмотреть в туристических целях, в паломнических целях, приезжают сюда в монастыри. Ну, это, скажем, Сергиев Посад, это как русский Ватикан у нас. Поэтому, несмотря на то, что в городе живет около 100 тысяч жителей, то есть город небольшой, но здесь часто из-за большого количества туристов создаются пробки. Есть вот такой вот элемент, конечно, с парковками. Посад город небольшой. Не поленитесь и прогуляйтесь по его старинным улочкам. Одна из таких улиц Карла Маркса. Здесь в конце седьмого дома вы найдете ландринную лавку. Обязательно отведайте местные ландрины. Не знаю, что такое ландрины, вам на эту улицу. Девчонки, я не знаю, что это улыбка. Ру-ляhi. Субтитры далк. Редактор субтитров А.Семкин